Россия взяла на себя обязательство не сосредотачивать определенное количество войск в отдельных регионах, на своей собственной территории. Ну что, колония чья-то, что ли? Ну, ты можешь себе представить, чтобы Америка взяла на себя обязательство на территории США не двигать войска так, как ей хочется? Ситуация на 2000 год. Правит миром Соединенные Штаты Америки. В Европе ведущие позиции занимают Германия, Великобритания и Франция. Если быть абсолютно честными, то никто из этой четверки не хочет, чтобы Россия вновь стала сильной страной. Наоборот, Западу выгодно, чтобы Россия была слабой, зависимой и послушной. Чтобы давала нефть, газ и все остальные природные ресурсы. Давала и молчала, ничего не требуя взамен. Обидно, но правда. О правде нужно уметь смотреть в глаза. Новый президент это умел. Есть два высоких поста, которые я никогда в жизни не хотел бы занимать. Первый – это пост Папы Римского. Почему? Объяснять не буду. А вот президентом России я не хотел бы быть, потому что Россия – это гигантская страна, населенная абсолютно разными народами. Программу абсолютного военного превосходства над новой Россией Америка начала выстраивать еще с начала 90-х. Развертывание элементов противоракетной обороны в Восточной Европе – лишь часть этой программы. Причем это делается под предлогом защиты от иранских и северокорейских ракет с ядерными боеголовками. Конечно, можно себе представить, что такие угрозы могут возникнуть. Сегодня их нет. И то, что нам говорят – это неправда. Сегодня нет угроз со стороны ни Ирана, ни Северной Кореи. И мы тысячу раз уже это показали. На сегодняшний день противоракетная оборона, безусловно, нацелена на то, чтобы нейтрализовать ракетно-ядерный потенциал Российской Федерации. Почему? Потому что радары, которые оставляются вблизи наших границ, и противоракетные системы, они будут перекрывать нашу территорию до Урала. То есть они будут перекрывать места базирования наших наземных ядерных сил. Вот и все. Нам говорят – вы не бойтесь, мы против вас их не используем. Но технически это все становится возможным. И никаких гарантий неиспользования против нас, даже письменных, они давать не хотят. Давайте не будем забывать, что Соединенные Штаты – единственная страна в мире, которая когда-то применила ядерное оружие. Причем применила против неядерной страны. Против Японии. Мы что, это просто вычеркнули из памяти, что ли? Нет. И не можем это вычеркнуть. И мы всегда будем реагировать на угрозы, которые возникают возле наших границ. Вот знаете, я сейчас скажу очень простые вещи. Очень простые. Понятные. И на самом деле они лежат в основе многого, что происходит в наших отношениях с Соединенными Штатами. Мы единственная страна, кроме США, которая имеет ядерную триаду на земле, в воздухе и в океане. И количество ракет, и количество ракет, и мощь, возможность доставки сопоставимы. И именно это лежит в основе очень многих решений, направленных в том числе на сдерживание России. Вот когда нам в Совете Безопасности ООН показывают какой-то порошок, который якобы найден в Багдаде, либо где-то на другой территории Ирака, и под этим предлогом, под предлогом того, что этот порошок является средством массового уничтожения, нужно вторгнуться в страну, ликвидировать там армию, повесить руководителей, какими бы они ни были. А потом выясняется, что никакого оружия массового уничтожения там нет, у меня сомнения возникают. Так ли наши партнеры искренне? Мне кажется, что наши партнеры не хотят союзников. Они хотят вассалов. Они хотят управлять. Но Россия так не работает. Ну что ж, каков привет, таков и ответ. Россия решительно выходит из подписанного Горбачевым договора «ДОВСЕ», который ограничивал Россию в передвижении войск на своей собственной территории и подписанного Ельциным договора об ограничении стратегических вооружений ОСВ-3. Другими словами, Россия развязала связанные самой себе руки для возрождения собственной военной мощи. Начинается медленное, но целенаправленное возрождение и модернизация армии, брошенной, как и многое другое, на произвол судьбы в 90-е. Мы видим, как сегодня складываются военные кампании, на чем основан успех. И поэтому наши вооруженные силы должны отвечать требованиям завтрашнего дня и по обычным вооружениям, и тем более по силам ядерного сдерживания. В чем-то мы даже на полшага впереди наших американских партнеров. У них есть свои преимущества, на море особенно, особенно по лодкам и так далее. У нас есть свои преимущества. К таким преимуществам можно отнести ракетные комплексы «Тополь-М» новую межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». И баллистическую ракету для размещения на подводных лодках «Булава». Я ничего нового и такого неожиданного ни для кого не сказал. Мир меняется. Невозможно уже руководствоваться схемами, которые сложились после Второй мировой войны. Даже с союзниками уже по-старому невозможно разговаривать. Новые угрозы появляются. Новые центры силы появляются. Это нужно все учитывать. И вот на это я хотел обратить внимание. А не ущипнуть кого-то. Потому что если мы будем это учитывать, эти изменения, и будем на них реагировать, то мы сможем создавать более устойчивую ситуацию. Если не будем, то будут постоянно возникать конфликты. А теперь сухой остаток. За последние 12 лет из деградирующей, на грани развала страны, которые относились с плохо скрытым пренебрежением, Россия вновь превратилась в важнейшего политического игрока на мировой арене. Наряду с США, Китаем и Западной Европой. Произошло это благодаря жесткой, прагматичной, четкой и хорошо продуманной дипломатии. И хотя за последние 12 лет границы России практически не изменились, Россия стала занимать гораздо больше места на политической карте мира. И это важно. Очень важно.